Добрый день! Расскажу достаточно коротко тезис в силу ограничения времени, но прежде всего стоит начать с того, что отечественных отраслей смачечных материалов, она достаточно глубоко была интегрирована именно в мировую. Мы знаем, что те же масла «Лукойл» шли на первичную заливку «Фольксваген», соответственно, в грузовике «МАН». Отсюда достаточно тесная совместная работа именно даже на стадии проектирования двигателей, как с теми же автопроизводителями, присадочниками. Соответственно, фокус тоже был на получении максимального количества одобрений, сертификации, экологические, требования. И, по сути, к 2022 году мы подошли к тому, что по уровню компетенций, по уровню экспертизы отечественные винки, по сути, они не уступали мировым лидерам рынка. В 2022 году в связи с уходом брендов основная задача переориентировалась ровно на покрытие внутреннего спроса для понимания, в зависимости от типа смазочных материалов на долю компаний, которые ушли, приходилось от 20% до более чем 50% локального рынка. И, соответственно, весь фокус на переналадку цепочек поставок. И 20-50%, я сказал, если чуть глубже по рецептуре, то есть что такое масло. Масло – это базовое масло плюс пакет присадок. То есть по базовым маслам ограничения на базовые масла третьей группы и выше, соответственно, они под санкциям. А если брать по пакетам присадок, то на присадочников, ну, есть четверка присадочников, фактически, которые ушли с рынка, на них приходилось порядка 90% всех присадок с точки зрения рецептуры. То есть, на самом деле, изменения в отрасли достаточно кардинальные, весь фокус именно на переналадку цепочек поставок. Основными, соответственно, основными изменениями стало то, что пакеты присадок мы стали закупать из Китая. На данный момент, в общем-то, говорить о том, что отрасль стабилизировалась рано, то есть оценочно в новое равновесное состояние она перейдет через 2-3 года. Соответственно, сейчас это изменение цепочек поставок, это частично параллельный импорт, это новые бренды, но на самом деле изменения не происходят. И здесь крайне важно сейчас, соответственно, не растерять ту экспертизу, которую мы наработали, потому что очень легко можно превратиться с точки зрения отрасли, с точки зрения производства в процессинг, когда у тебя есть базовое масло, которое, условно, мы производим здесь закупные пакеты присадок, и дальше ты смешиваешь, получаешь готовый продукт. То есть, очевидно, что с фокусом непосредственно на закрытие дыр также крайне важно именно иметь долгосрочную стратегию отрасли, смешных материалов, и с точки зрения инвестиций и планов в отрасли, которые имеются, крайне важно уже закладывать экспорт, экспорт, прежде всего, в дружественные страны, в Юго-Восточную Азию, в тот же Китай. И здесь, в общем-то, у нас такой достаточно неплохой симбиоз есть. То есть, у нас есть экспертиза, есть знания. У тех же китайцев все мировое производство компонентов располагается там, при том, что нет той экспертизы тех компетенций, которые есть у отечественных винков. И, в общем-то, в таком ключе у нас есть возможность именно не потерять технологическое лидерство, просто построить абсолютно параллельное лидерство в отрасли смешных материалов, которое будет направлено на другие страны. Да, у меня все, коротко. Если будут вдруг вопросы, готов буду точечно прокомментировать. Спасибо. Я короткий вопрос задам. Что, кроме инвестиций, целеполагания надо? То есть, вот, как я понимаю, китайские присадки хуже, да? То есть, надо самим это разрабатывать, инвестировать в эту часть или как? Китайские присадки не хуже. Основная проблема в китайских присадках, ну, как бы, две основные проблемы. Это именно постоянство качества. Да, то есть, если, опять же, с теми присадочниками, которые ушли, у них от партии к партии качество можно было не перепроверять. Как бы, в силу, ну, увеличивавшегося рынка и необходимости производства под Россию, в моменте гуляет именно постоянство качества. И второе, опять же, то, что я вот с самого начала сказал, разрабатывая, как бы, разрабатывая рецептуру совместно с автопроизводителями, совместно с присадочниками, как бы, работа шла на гораздо более раннем уровне, да? То есть, сейчас, фактически, мы покупаем присадки те, которые есть. Да, уже сейчас нужно совместно именно, ну, вести совместные разработки, совместные, да, совместные рецептуры на гораздо более ранних этапах. Субтитры создавал DimaTorzok